Итак, город-курорт Анапа. Люди уже во все загорают. Сегодня 1 апреля 2021 год. Это на самом деле очень хорошо, что есть такая возможность прийти и наслаждаться всем этими видами. Сегодня у нас 24 здесь на обрыве. Показывают очень даже жаркий воздух. Не просто теплый, а именно жаркий. Вот здесь мы можем поближе поглядеть, как у нас выглядит береговая линия. Смотрите, там вот в районе Бельведеровского Нового Спуска огромное количество людей на пляже. АТ-800 ступеней тоже большое количество людей. Но это уже остатки, так сказать, Ериной горы. Великолепные виды. Опускаемся поближе. Надеюсь, что здесь вы тоже сможете рассмотреть. Хочется рассказать немного, наверное, про благоустройство. То есть у нас в этом году пляж, видите, начали благоустраивать. Появились теневые навесы. И это на самом деле тоже показатель того, что меняется все. Надеюсь, что в хорошую сторону здесь, видите, опять-таки какой-то пункт появился. Проводят электричество. И вот туда далее мы можем увидеть, что появились вот такие вот беседки. Ну, если кто-то надеется, что кроме переодевалок у вас будет что-то здесь в бесплатном доступе, я думаю, это не должно вас стешить, потому что обычно вся эта коммерциализация, которая здесь происходит, происходит именно за деньги. То есть если нет денег, то вы отдыхать не сможете. Местные жители все очень сильно просят вот как раз-таки за вот эту площадку, которая находится здесь. Здесь была детская площадка скамейки. Просят обновить ее, сделать хорошие места для отдыха, чтобы нам здесь было хорошо и комфортно отдыхать. К сожалению, у нас пока возможности нету. Хотелось бы, чтобы она появилась. Тут мы видим результаты работы тракторов, то, что насыпаны вот такие вот углы. Углы эти нифига хорошему не приводят в море, к сожалению. Здесь у нас не промывается теперь береговая линия. И создаются, как говорится, такие заводи, которые как раз-таки, как говорится, останавливают водичку. Она здесь непрозрачная. То есть раньше говорили, что даже в шторм на каменных пляжах вода была кристально чистая. Сейчас, говорит, одна волна, и все сразу вода мутняк. Ну, давайте пройдемся дальше, посмотрим, какие еще нововведения есть. Вы можете обратить внимание, здесь мы проходим дальше по набережной, какое количество людей у нас прогуливается. Сидят на всех абсолютно лавочках. Вот эту стройку, кстати, у нас сказал губернатор. Ну, говорит, никто не виноват, что здесь строится прям вот так вот. Ну, да, в принципе, шикарно, прям, лето. Проходимся на соединении вот на 40 лет победы пляжах. Встречаем подписчиков, которые очень недовольны вот этим вот делом, которое происходит, насыпкой этих пляжей. Все считают, что все делается только за деньги и для тех людей, которые эти деньги будут иметь. А для обычных людей здесь не искупаться, не отдохнуть, ничего, к сожалению. Вот здесь дикие пока пляжи, но это только пока. Здесь вот мы видим, уже произошла подсыпка, и дальше будет увеличиваться количество платных лежакомест. Ранее здесь вот на 40 лет победы находились, получается, разнообразные горки, детский городок, скамеечки. Для родителей можно было посидеть, отдохнуть с великолепными видами. На Анапу это считалось одной из самых крутейших смотровых площадок. Но потом здесь все снесли. Говорили, что будет реконструкция, разбили, увезли, и больше сюда ничего не вернули. Местные жители очень просят обратить внимание администрацию, может быть, просто людей неравнодушных, имеющих деньги, кто занимается благотворительностью, и восстановить здесь площадку для деток, чтобы можно было, дыша морским воздухом, заниматься какими-то активностями нашим детям. Дорогие друзья, мы спустились чуть пониже. Здесь можем посмотреть, установили домики с мангальными зонами. Туда дальше мы сейчас подойдем. Давайте пока потихонечку про мангальные зоны поговорим. То есть это... Залили уже, да, по-моему, бетонный? Да, то есть вы можете увидеть, что стоят мангалы прямо на пляже. Вокур здесь будут люди отдыхать. А нас с Ярославом... Они сейчас, кстати, уже загорают, купаются. Здесь гораздо больше людей, чем мы пытались наутрище, когда там никого не было на пляжах сделать. Да, прям возле костров. Вообще ужас какой творится. А где же эти защитники пляжей от мангалов? Там прям очень интересно. Мы сейчас пройдемся вот туда еще дальше и посмотрим, что здесь. Может быть, разглядим как раз-таки все то, чем недовольны люди. Ну, вот пока мы видим вот эту щебенку, которая очень сильно не нравится всем тем, кто здесь прогуливался. И люди жалуются, что неудобно подходить даже к морю. Ну, и сейчас, вот видите, тут происходит великолепное приготовление пищи. Подошли немножко ближе. Здесь у нас можно разглядеть вот то благоустройство, которое здесь произошло. То есть появляются вот такие вот навесы, под которыми это бар, наверное. Далее, не знаю, что там, техническая зона. Зонтики, здесь навесики. Есть даже вот досточки, которые тут выкладывают, по которым можно будет передвигаться. Выглядит вот, по крайней мере, сверху. Это очень симпатично. Но вот бедные наши пенсионеры переживают из-за того, что они смогут себе это позволить. Это самый такой главный их стимул. Вот мы с женщиной общались, она говорит, приходится подходить и откидывать лежаки, потому что хочется полежать на пляже. Они муниципальную землю всю заставляют лежаками. Даже на тех, на которых никто не лежит, люди не могут располагаться. Но выглядит прям, честно, вот в таком цвете. Это прям, ну, как хороший пляж. Там вот видите, даже спасательная вышка туда дальше имеется. Здесь мы видим, что раскопали дно. И как бы это потом не привело к уничтожению берега. Дорогие друзья, мы спустились в самый низ. Туда дальше мы пока благоустройство не наблюдаем. Но здесь вовсю появляются вот такие вот, в том числе, навесики. И, ну, еще раз говорю, выглядит это очень-очень-очень симпатично. То есть люди гуляют, и все. Тут еще бенки мелко навезли. Надеюсь, ее потом промоют. Она будет вообще чистейшая, прекраснейшая. Ну, людей волнует вопрос о бесплатном отдыхе. Возможно ли он еще в современной Анапе. Или все-таки остался только в каких-то дальних воспоминаниях. А так мы находимся на пляжике 40 лет победы. Людей сегодня очень много. Хотя, вроде бы, и день-то не выходной. А вот пришли-то отдыхать, наслаждаться, удовольствие получать. Этот пляжик привлек нас все-таки для того, чтобы спуститься вниз. И мы можем с вами наблюдать, как родители с детьми. Тоже вот здесь вдоль берега, видите, огромное количество людей сидит. Туда дальше можем увидеть даже загорающих на пляже. Сверху мы наблюдали. Вообще там почти нудистов здесь пока вот так вот. И в ту сторону можете обратить внимание. Люди жалуются на то, что нет спуска. У них именно непосредственно для тех людей, кому тяжело передвигаться к берегу моря, к воде. Это вот такая вот реалия жизни сейчас. Так, друзья, мы находимся сейчас сверху. На 40 лет победе спуска. Это улица 40 лет победы. Здесь по прямой теперь есть проход. Его разгородили. Слава богу, тебе набережную не прерождает. Работает во все кафе. По набережной гуляет ровно количество людей. И радует, конечно, количество бычков. Это раз здесь лежит прям печально. Все остальное очень красиво, классно. Пора в Анапу на отдых. Тут очень хорошо. За это называется Тургеневский спуск. И не забывайте, что сегодня 1 апреля. И смотрите. Ой, как хорошо. Ай, прям завидки, завидки, завидки. На сегодня действительно жара. Гуляем в маечках. Хочется даже уже шлепки одеть и шорты. Согласись? Да. Вообще прям сегодня погода. Это позволяет полностью сделать. А дальше обещают еще теплее. То есть у нас уже все. Прямо начинается наша весенняя погода. По Тургеневу улице можно сюда добраться, спуститься вниз. И тут тоже один из таких неплохих каменных пляжей. Причем частично галечный. Так что приезжайте, отдыхайте. Тоже наслаждайтесь. Идем к самому знаменитому месту в Анапе. Это как раз таки возле маяка. Там улица Протапова уходит. У нас с этой стороны у нас находится кладбище. И вот вся эта дорога отсюда видна в две стороны. Очень красиво. Очень интересная прогулочка. Если будете в Анапе, обязательно советую вам здесь погулять. И понаслаждаться этими всеми видами. Потому что действительно одно из крутейших мест для посещения. Анапа вообще довольно-таки интересная. Но здесь, если вы не были, не прогулялись, то я думаю, что очень много потеряли. И вот особенно наши анапские. Они даже не реагируют настолько наевшиеся, что у них все хорошо и прекрасно. И, друзья, мы добрались уже, получается, до улицы Протапова. Здесь у нас, как всегда, огромнейшее количество людей, которые пришли прогуляться. И на самом деле прям, где можно сделать летнюю фотографию, как будто у нас уже действительно сезон начался. Хотя по температуре все так именно и кажется. Особенно 23 градусники, это прям показательно, очень шикарно. И Ярослав сейчас вам покажет новые нанотехнологии. А ну-ка, Ярик. Это вроде как столбик. Ага. А подходишь ближе. Чаик. Чаик. Там внутри мусорка или пепельница, кому как больше нравится. Смотрите, это причем у нас остарено специально, чтобы, ну, в старинной Анапе, все дела, наверное, да? Как вам такое вот нововведение, Ярослав? Ну, блин, это какие-то технологии сверх просто. Это надо было просто додуматься, да? Очень круто, очень круто. Какое притяжение, то есть сюда люди просто приходят, потому что здесь офигенно. Они хотят здесь посидеть, отдыхать, получить удовольствие. Посмотрите, снизу каменный пляж, там ветра не бывает, и люди вот вам уже вовсю загорают. Вон, пожалуйста, без лифчиков практически. Смотрите, сколько их много. Купающиеся тоже здесь присутствуют. Вон девочки заходят в море, получают удовольствие. Ах, какая красота! Так вот, какая ты, она по нашей мечте. Вот, пожалуйста, можно уже в шортах сидеть и отдыхать, читать. То есть, блин, честно, знаешь, что радует? Никого в масках нету. Блин, маски-шоу здесь закончилось, реально. То есть, ну, шикарно же, шикарно, мне кажется. Яхточки, это яхт-клуб у нас. В Анапе его выгнали с центрального пляжа, и кое-как нашли место. Получается, на Малой бухте самой. И вот, ребята, дети занимаются, учатся управлять лодочками. Ветерок такой, в общем, шикарно. В Анапе мы можем наблюдать массовый заплыв. Вот, ребята ныряют. Отдыхать нельзя без купания. Ух, следующий пошел. И еще один тоже, он, по-моему, немножко сомневается. Но тоже врывается, и теперь смотрим. То есть, не просто окунулись и вышли, а именно заплыв-заплывище. То есть, как и мы любим этим заниматься. Шикарно. Сейчас они соберутся в кучку, и будут мужики общаться. Любят смотреть друг на друга, и там главное подогревать воду в этот момент. Круто же. Итак, дорогие друзья, мы сейчас подходим к пляжику Высокий берег. Здравствуйте. И смотрите, сколько здесь людей гуляет. Какая красота. Вообще, птички поют. Вот, яхты отсюда, можно увидеть, как они там прокатываются. Смотрите, друзья, какое огромное количество людей у нас прогуливается по нашей набережной. Здесь мы подходим непосредственно уже к спуску на пляж Высокий берег. И там впереди нас ждет огромное количество людей, загорающих и получающих удовольствие от моря. Чем мы сейчас? Видите, в правой части. Сейчас подкармливают лебедей. Просто с левой стороны работает техника, завозит щебенку на пляж. Потому что за зиму пляж вымыл, несмотря на то, что здесь у нас, видите, вроде бы бунами с двух сторон он закрыт. Но и каждый год приходится завозить дополнительный щебень, чтобы можно было продолжать пользоваться пляжами. Мы видим, как у нас здесь плывуны на пляжике. Высокий берег потихонечку подходит берег. Сейчас мы будем замерять уже температуру, водичку. Как ощущения? Супер, супер! Супер, вот ощущения, то есть от купания. Так что, ребята, вам тоже советуем. Здесь, видите, красавица очень много. То есть, собираются, все купаются. Удовольствие получает, то есть, и в море. То есть, это прям массовое купание, друзья. Бодрит, Мадрит! Супер, отлично! Ну, прям можно завидовать вам. Привет всем передайте, скажите, приезжайте к нам. А, привет передаю в Нижний Новгород. А, души. Там у меня осталось. Сейчас в море, девочки. Ой, как красиво. Да, все по очереди. Здесь мужчина решил, дай разбавлю эту ситуацию. Все, чтобы было красиво и удачно. Мы сейчас прогуливаемся уже возле той бухты. Искупались. Смотрите, какая солнечная погода у нас. Просто шикарная красота. Вот как шикарная красота. Великолепная красота. И вот он, запах весны. Запахло весной. Зеленые листики. Ай, а там удача. Посмотрите, что творится. Вот она. Вы не представляете, как это пахнет, а? И там на фоне моря. Ну, мне кажется, ничего, короче, быть не может просто. Это центральное место в городе Анапа. Здесь у нас находятся вот алые паруса в правом углу. Видите? Здесь тоже символ города. Я думаю, что практически у 99% людей, которые здесь отдыхали, есть фотография также и с этим вот местом. Это у нас трогательный фонтан в летний сезон. Здесь можно прийти и окунуться. За ним находится тоже такое, как сказать, знаковое место. Это музей Гаргипия называется. Гаргипия – это одно из старинных названий нашего города, курорта Анапа. Так что приезжайте и отдыхайте. Мы будем рады.